Стала доброй традицией зажигать Олимпийский огонь на промплощадке комбината. НТС дает электроэнергию в цеха и производство филиала. В этом году факел вновь зажгли АЦРК НТС. Такое почетное право было предоставлено разбойщику бумажного цеха картонно-бумажного производства Татьяне Шильниковой, признанной по итогам 2012 года лучшей среди олимпийцев. Передается Олимпийский огонь Валерию Валерьевичу Антоничну, символизирующий накал бойбы и горение спортивных сердец. Мы верим, что командный дух и вера в успех укрепляют лидерство нашей компании. Первый, кто внес сюда этот факел, это один из наших лучших сотрудников Татьяны Александровны. Этот факел, который она сюда принесла, это олицетворение и горящих сердец, которые передают вам эстафету, спортивную эстафету, которую вы, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, должны достойно донести до места проведения состязаний и сегодняшнего нашего дня. Зажженному на промплощадке огню Олимпиады предстояло проследовать через весь город. На каждом этапе число участников эстафеты Олимпийского огня прибывало. Ну а старт дал директор филиала группы «Элим» Валерий Антонишин. Эстафету Олимпийского огня приняла главная сценическая площадка на берегу Вычигды. В этом году на сцене зажег огонь Олимпиады мастер спорта международного класса по палеотлону, чемпион мира Алексей Новенский. Это и стало началом большого спортивного праздника. Только флешмоб объединил более сотни человек. Среди них бывалые спортсмены и юные горожане, участники детского оздоровительного лагеря «Олимпиад». В течение всей лагерной смены они готовились к этому мероприятию, а в праздник зажигали публику уже на вертолетной площадке. Это был самый массовый флешмоб спортсменов. Затем спортсмены разошлись по своим площадкам. В этот день прошли соревнования по мужскому и женскому волейболу, мини-футболу, стритболу. Новым зрелищным мероприятием программы Олимпиады в этом году стали соревнования по силовому экстриму. Силачи кантовали колесо от тимберджека весом 270 килограммов и поднимали автомобиль весом в тонну. На смену русским богатырям на площадку вышли братья наши меньшие. Кинологический центр «Нордфауна» провел веселые старты среди четвероногих питомцев и представил редкие для коряжмы породы собак.